Приветствую вас. И свой ответ я бы хотел начать с того, чтобы обрисовать вам некоторые важные, на мой взгляд, моменты профессиональной этики психолога. Я хочу, чтобы вы с мужем оба послушали эту запись. Если можно, вот сядьте с мужем и вы вместе послушайте эту запись. Знаете, Алина, я понимаю, что ваш муж попросил написать вопрос. Я понимаю, что мужу не нравится то, что вы как-то вот пререкаетесь, вступаете в конфликт и так далее. Да? Мужу это не нравится. Я понимаю. Но проблемой именно с точки зрения психологии является только то, что несет вред самому человеку. Понимаете? То есть, если вас все устраивает, если вы считаете, что вы правы, если вы считаете, что все в порядке, да? Если вы считаете, что так и должно быть, то мужу вашему нужно вас таким, такой принять, потому что вы его жена. И спросите себя, а как я раньше жил? Ведь вы же всегда были такой, правильно? Или не всегда были такой, а постепенно стали такой, потому что какими-то сознательными решениями, да, пришли к этому поведению. Понимаете? То есть, все было хорошо, да, какое-то время, когда вы встретились, познакомились, поженились, родили ребенка, да, вот. А в какой-то момент я вот передал это устраивать, и он стал вам затыкать ровно. Ну, как бы, понимаете, если вы говорите, да, вот вы, Алина, говорите, что надо расставлять свои границы, вы правы, так делайте это. Расставляйте свои границы с мужем вперва. То есть, если вы что-то делаете, если вы как-то себя ведете, это ваше право. Уже право мужа либо защищать вас, либо нет. Понимаете? И неправильно со стороны мужа навязывать вам свое мнение. Если вы ему не нравитесь, то он считает, что такое поведение, некорректное, и так далее. И попросит вас, например, при нем себя так не вести, потому что, ну, ему неуютно, да, например, или неприятно, или что-то еще. Это его право попросить вас надо. Заходите вы сделать, не заходите, это уже ваше решение. Но от вашего решения будет зависеть то, насколько муж будет чувствовать себя с вами хорошо. Понимаете? Будет ли ему комфортно, будет ли у вас, я не знаю, там, доверие между вами, да, и так далее. И тут как бы вот такая тонкость, Алина. Понимаете? Мы решаем те проблемы, да, которые касаются самого человека. Если я вам скажу, что вы конфликтные, если я вам скажу, что вы, там, я не знаю, не должны так поступать, да, что это изменит? Вы перестанете, перестанете вести себя так? Вряд ли. Вы засомневаетесь? Вряд ли. У вас работает защитный механизм, и, скорее всего, вы скажете, что психологи ничего не понимают. И вы это право. Потому что никто не имеет морального права оценивать вас, и даже муж. Если не нравится ему ваше поведение, пусть отдалится, пусть скажет, что ему неприятно. Не надо говорить, что вы конфликтные. Не надо говорить, что вы, там, проблемные и так далее. Пусть, пусть ваш муж говорит вам, что не нравится ему, конкретно ему. Почему его это задевает, почему он дотыкает вам рот, например, например. Но перечисла эта женщина-граница ваша? Ну, как бы, да. Перечисла. Понимаете? Перечисла. Но тут нужно понимать, что, как бы, все чиновники в таких учреждениях ведут себя примерно так же. Дает им это право так себя вести, не дает им это право так себя вести. Это уже сразу выбирает самостоятельно. Например, я на вашем месте не стал бы развивать конфликт. Почему? Потому что я понимаю, что человек от своей работы устал. Ему очень много приходится объяснять одно и то же. Что у нас тотальная законодательная неграмотность справа вас. И тяжело это реально. Я это знаю. Но у меня такой темперамент, а у вас такой. И если муж вас любит, то он бы любил вас такой. Если бы вы были другая, он бы, наверное, вас не любил. Объективно. Смотрите, по факту, да. Женщина перечисла границу, потому что это определяется ее средой. В которой она работает. Но это ее выбор. Она может там не работать, если ей не нравится. Но это ее выбор. Вы стали говорить, почему вы разговариваете со мной в таком-то уровне. Как бы тоже. Это ваше право. Но вы могли бы и не говорить. Но это ваш выбор. Это ваше решение. Муж говорит, закрой рот и пиши. Это тоже его выбор. Он мог так не говорить. Мог. Так не говорить. Понимаете? Но он это сказал. И это его выбор. То есть вся цепочка событий. Это выбор. Понимаете? Это выбор. И вопрос в том. Приводит это к тому, чего вы хотите или нет? Приводит ли это мужа к тому, чего он хочет или нет? Делает ли это счастливой? Счастливой это женщина, которая сидит. Делает ли это счастливой вас? То, что вы отстаиваете свои границы. То, что вы начинаете препираться. Делает ли это вам счастливой, например. Дает ли это вам что-то позитивное. Не чувствуете ли вы себя потом выжиты. Понимаете? Делает ли счастливой вашего ребенка, то, что вы с мужем ссоритесь из-за этого. Вот очевидно, подумайте. И что это подкорректировать вашему мужу? Что это подкорректировать вам? Понимаете? Мне бы хотелось Просить у вас Алина Вот когда К вам Обратилась Эта женщина Грубо Вы ведь, наверное, считаете себя другой Вы считаете себя лучше Вы считаете, что Вы никогда бы Так не поступили Да? Как она Вот Как вы думаете Сильно ли вы Отличаетесь от нее Когда начинаете вступать в конфликт? Внешне Никак Внешне Вы Одинаковы Совершенно И вопрос в том Устраивает ли вас Это Готовы ли вы платить Такую цену За За Отстаивание границ Или нет Кто-то готов Кто-то нет Границы Границы Нужно Отстаивать По-разному Можно Не вступая в конфликт Отстоять границ И Престыдить Человек Но это Если Есть Желание Вопрос в том Если оно у вас Вопрос в том Понимаете ли вы Для чего вам это делать Если понимаете И хотите меняться То можно и поправить Если нет То можно и оставить Вот так Я думаю Можно Вам Ответить на вопрос На ваш Надеюсь Что Помог вам Если у вас Остались Дополнительные вопросы Пишите в личку Буду рад помочь Если вам понравился Мой ответ Буду благодарен Если Сделаете его лучше Желаю вам Всего Самого доброго И удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому